МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты Евпаторийского университета третьего возраста всегда удивляют своим оптимизмом и жизнелюбием. У них можно поучиться тому, как веселиться и организовывать праздники. Незабываемое впечатление произвел декабрьский КВН, который состоялся на сцене Большого зала Школы искусств. Это была юбилейная встреча. КВН университета исполнилось 5 лет. Проходила она в форме музыкального фестиваля Хелина с видоизмененной традиционной программой под названием «Юбилей, собирая друзей». В конкурсе участвовали команды четырех факультетов университета третьего возраста. Это Витаминки, факультет здоровья и долголетия, Веселушки и хохотушки, факультет краеведения 1, Черноморочка, факультет краеведения 2, Адреналин, факультет психология 2 и команда Оптимисты, общественная организация «Активное долголетие». Вела программу Людмила Чищевая, которая представила жюри во главе с Ольгой С-3, заведующей дневного отделения университета. КВНщиков поздравила Наталья Горкина, директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Евпатории. Глаза светящиеся, все улыбаются, все горят. И главное, вы все понимаете, что сегодня будет отличный день, очень веселый, очень интересный. Команды волнуются, вы волнуетесь как зрители. Я вас очень прошу, во-первых, поддерживайте их бурными аплодисментами. От всей души я желаю нашим командам всем победы. Вам хочется пожелать отличного настроения и быть всегда с нами вместе, одной дружной семьей, такой, как мы будем сегодня здесь, сегодня в этом зале. Команды соревновались в двух конкурсах. Первый конкурс назывался «Приветствие». Была задана определенная тема – пятилетний юбилей КВН. Конкурсанты показали прекрасное чувство юмора, артистизм и музыкальные способности. Пока участники готовились ко второму конкурсу, перед зрителями выступил поэт и композитор Владимир Попов. Он исполнил три песни, написанные на словах патаристских поэтов. Помолюсь о тебе перед сном, Чтоб забыла про боль и горе, Чтоб звезда на небесном просторе Озарила лучами твой дом, Чтоб звезда на небесном просторе Озарила лучами твой дом, В ползень мая по звуке небес. Отготовлюсь с тобою я встречу, Чтоб смогли достучаться к себе Чувства данные мне в чудный вечер, Чтоб смогли достучаться к себе Чувства добрые мне в чудный вечер. Большой интерес у публики вызвал второй конкурс «Старая сказка на новый лад». В нем оценивались соответствия теми, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, оригинальность, артистизм, музыкальное сопровождение. Веселушки и хохотушки показали попури из жизни Бабы-яги. Витаминки переделали на новый лад сказку «Репка». «Черноморочка» выступила со сказкой «Снегурочка». Команда «Адреналин» заадреналинила всех волшебными приключениями в новогоднюю ночь, а оптимисты подготовили сказку «Теремок». Все команды успешно справились с заданиями, в чем немалая заслуга целеустремленных капитанов Татьяны Банокиной, Лидии Фитенк, Ларисы Семенят, Людмилы Романовой и Людмилы Одинцовой. Каждая команда отличалась своим стилем, самобытностью, неординарными яркими костюмами. Кивин прошел на позитиве, шутками и веселыми песнями, с конкурсом кричала к следению угомонных болельщиков и зашкаливанием положительных эмоций. Участников дружно поддерживали аплодисментами, плакатами и слоганами. Итоги конкурса подвела председатель жюри Ольга Стрий, которая объявила, что в юбилейном КВНе победила дружба. Ольга Ивановна поблагодарила всех участников за активность, актерское мастерство и творчество и пожелала КВНщикам активного долголетия и успехов во всем. Каждой команде вручили грамоты и памятные подарки. Дипломы получили и наиболее отличившиеся участники в таких номинациях, как за актерское мастерство, самоопытный участник, самый юный участник и других. Особая награда, символ КВН и Кевин досталась организатору клуба КВН Людмиле Чищеву. Студенты Иппатерийского университета 3-го возраста прекрасно осознают, что юмор дарит здоровье и долголетие. Поэтому эти активные и творческие личности всегда чем-то увлечены и нравится быть в центре событий. И, конечно же, с большим азартом играть в КВН. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok